Как-то однажды вечером, во время карантина, благодаря ютубу мы открыли для себя Дагестан. Нет, разумеется географию в школе мы учили, но даже и не подозревали, что у нас в родной стране могут быть такие фантастические красоты. Причем про главную достопримечательность Сулатский каньон мы действительно услышали впервые. И прямо помним тот момент, когда полностью осознали, что своими глазами хотим увидеть это чудо природы. Изучая другие достопримечательности Дагестана, я поразился, насколько завораживающим может быть наше будущее путешествие. А потом наткнулся на фотографии горных сел и аулов на фоне местных вершин. И поначалу даже не поверил, что все это можно увидеть самому. Вообще Дагестан и означает горная страна. Скажу больше, все горы, которые я видел до этого, это были не горы. Ну, я, разумеется, не про высоту вершин, а про их потрясающую красоту. А горный серпантин, по которому мне довелось ездить в Крыму и Краснодарском крае, вообще теперь можно считать скоростным шоссе. Что характерно, почти все родственники, друзья и знакомые были в ужасе от нашей идеи посетить Дагестан. Да, еще и на своем автомобиле. Все они почему-то пребывали в полной уверенности, что нас в лучшем случае ограбят, а машину угонят. А в худшем мы вообще сгинем без вести. Признаюсь, и я поначалу не был уверен своей безопасности. Но чем больше читал на форумах про автопутешествия в страну гор, тем более нелепыми выглядели звучащие предостережения. А когда маршрут был уже определен, и пришла очередь бронировать жилье, да, делать это лучше заранее, поскольку предложений не так и много, то мы были уже в полной уверенности, что нам не только ничего не угрожает, а скорее наоборот. Нас ждет радушный прием. За всю нашу семейную жизнь это стало самым предвкушаемым путешествием. И наконец в 16.00 после работы, прямо от моего офиса, мы отправляемся в путь. Пару часов, потолкавшись в московских пробках, выходим на М4. Да, забыл упомянуть, у нас спланировано две ночевки, и первая из них в Тамбове. Поэтому в районе Каширы мы уходим с М4 на трассу Р-22 Каспий. Скажу сразу, поездка по этой дороге удовольствия не доставит. Приличных участков, где можно врубить круиз и немного расслабиться, тут нет. Точнее, есть небольшой отрезок под самим Тамбовом. Кроме того, очень мало мест для обгона. Да и даже там, где разрешено правилами, это невозможно сделать. Потому как в попутном, так и во встречном направлении идет сплошной поток. Очень много фур и больше грузов. Я как-то насчитал целый паровозик из 14 автопоездов, следующих один за одним. И когда предоставляется возможность выполнить обгон, приходится утапливать метальгатор. Но справедливости ради, стоит сказать, что встречаются и свежеотремонтированные участки с карманами для обгона. В целом, состояние дорожного полотна приемлемое. Имеются места, где налеплены заплатки, но прям, чтобы встречались откровенные колдобины, я не видел. А заезд по трассе хватает, как крупных сетевых, так и местных. К Тамбову подъезжаем уже в районе 22.00. И пока ждали, когда нам передадут ключи от объекта заселения, кстати, отдельный привет хозяевам, а ведь мы за час с точностью до минуты указали время нашего прибытия, тем не менее пришлось куковать под окнами почти 20 минут. В общем, пока мы ждали, пока разместились, время было уже к полуночи. И мы даже не особо переживали, что квартира оказалась не та, что нам обещали в объявлении, и порядком убитая и загаженная. Тем не менее, выспались отлично, и в 6.00 уже выезжаем. Вообще, сам Тамбов нам скорее понравился. Даже просто передвигаясь по Советской улице, было на что посмотреть. А свернув на Степана Разина, мы не смогли проехать просто так мимо Спаса Преображенского собора. Помимо собора, тут расположен мемориал воинам-землякам, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Буквально через несколько минут мы продолжаем свой путь, а то мы и так отстаем от графика. И получается, даже так и не выяснили, почему местный представитель семейства Псовых находится с кем-то в дружеских отношениях. Но благо, эта жанровая скульптура была расположена на Рассказовском шоссе, и мы, сделав небольшой крюк, остановились возле нее, и, сделав несколько фотографий, продолжаем путь. Через некоторое время возвращаемся на трассу Каспий. Поначалу ехать было одно удовольствие, машин немного, а те редкие попутки, что нам встречались, любезно двигались. Но потом начались участки с дорожными работами, и средняя скорость упала еще сильнее. Причем, что самое обидное, стоит знак «Обгон запрещен», и ограничение 40 км в час. При этом, часто встречается ДПС, в общем, приходится плестись. Кроме того, очень много участков реверсивного движения, и на каждом таком светофоре приходилось стоять, наверное, минут по 5-10. И, наверное, в качестве бонуса, нам встретилась очень приличная заправка, с неплохим выбором вкусняшек, и отличным кофе. А дети еще и сувенирами разжились. Ну все, перекусили, давайте двигаться дальше. Ближе к полудню, трафик прилично вырос, и что самое неприятное, часто некоторые водители в наглую так выходили на обгон, и приходилось оттормаживаться уходить на обочину, которая порой не всегда была достаточно широкой для этого. Ближе к Волгограду проводился капитальный ремонт трассы, так что на длительный период про обгон можно было забыть. Ну а дальше, до самой Волжской Твердыни, уже двигались без проблем. Вообще, про этот город-герой стоит сделать отдельный ролик, который будет смонтирован позже, а сейчас вкратце скажу, что мы тут остановились на две ночи. И в этот раз с апартаментами повезло. В нашем распоряжении была небольшая, но потрясающе уютная квартирка. Нет. Задержаться же еще на один день мы решили тут потому, как грех было не воспользоваться случаем и не посетить здешние места боевой славы. А вечерком отлично посидели в одном известном заведении с моим коллегой. Что примечательно, по работе общаемся мы с ним уже больше трех лет, но вживую встретились впервые. Кроме того, нам удалось посетить музей-заповедник Старая Сорепта, где мы, помимо всего прочего, насладились звучанием органа. А по завершении познакомились с Анатолием, руководителем клуба военно-исторической реконструкции «Пехотинец». Анатолий пригласил нас к себе в небольшой музейной экскурсию, где мы провели больше часа. Мы с вами российская императорская армия, русский колевой кипятильник образца 1904 года. Самый хурярный кипятильник, который... Причем это было настолько интересно и увлекательно, что время просто пролетело незаметно. А детям вообще повезло, они на танке прокатились. Да! Одним словом, будете проезжать мимо Волгограда, не проезжайте мимо. Ну, простите за кламбур. А мы поутру двигаемся в сторону Элисты. Граница республики находится буквально километрах в 50 от окраины Волгограда. И пейзаж довольно быстро меняется, переходя в бескрайние степи. Дорога в этой части хорошая, обгонять одно удовольствие. Встречку видно за несколько километров. Но ехать скучно, поскольку вокруг ничего интересного. Хотя, чего ожидать от степи? По ходу движения возникла идея заехать в Элисту. Вообще, изначально мы не планировали посещать столицу Халмыкии. Но как-то внезапно, осознав, что это уникальный шанс посмотреть на буддийскую архитектуру, мы решили остановиться тут на пару часов. В Элисте проживают представители практически всех основных мировых религий. Но наибольшее число верующих является буддистами. Это накладывает отпечаток на облик города. Тут можно встретить пагоды, хурулы, скульптуры Будды и прочих почитаемых святых. Мы же начинаем свой обзор с пагоды 7 дней. Она символизирует 7 будд, пошедших в наш мир. А строконечный шпиль символизирует выход из сансары и достижение нирваны. Внутри пагоды размещен молитвенный барабан, привезенный из Индии. Сам, разумеется, не проверял, но говорят, что в барабан заложены 75 миллионов мантр. И считается, что если повернуть его один раз, но с чистыми помыслами и светлой головой, то это будет означать прочтение всех мантр сразу. Чуть в стороне от пагоды находятся южные ворота, а рядом с ними памятник Ленина. Скульптура вождя мирового пролетариата по соседству с буддийской архитектурой смотрится очень необычно. Со стороны улицы Ленина на площади установлены стандартные туристические фотолокации. А если двигаться от пагоды по аллее героев, то с правой стороны мы увидим статую Будды и далее золотые ворота. 15-метровая арка золотистого цвета, поддерживаемая красными колоннами, несет в себе двойной смысл. На ней изображено 28 картин, которые отражают важнейшие вехи развития культуры калмыков и становления их государства. И кроме того, центральная часть представляет собой символический порог, перешагнув который каждый человек совершает духовное очищение, отбрасывает от себя нечистые мысли и желания. За воротами идет белокаменная дорожка, символизирующая путь добродетели. Но мы по ней не пошли, поскольку спешили посмотреть главную достопримечательность Телесты и, наверное, всей Калмыкии. Золотой обитель Будды Шакьяму. Один из крупнейших буддийских храмов Европы расположен в центре Элисты на улице Юрия Клыкова и имеет высоту 63 метра. Урал вмещает в себя вторую по величине в России и Европе 9-метровую статую Будды. Кстати, самая крупная статуя Будды также расположена в Калмыкии, в городе Лагань. Здание окружает 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда. Внутрь Хурала можно было пройти, но там какая-то суета была, кроме того категорически запрещалась съемка, поэтому мы туда не пошли. И духовной пищи предпочли физическую. Ну, это я про то, что дети давно требовали обеда, да и мы тоже проголодались. Искали, разумеется, что поближе, и хочу сказать, что, судя по отзывам, выбор достаточно богат. Поскольку хотелось попробовать национальную кухню, наш выбор пал на ресторан Тамерлан. Правда, расположен он в каком-то частном секторе, мы даже сначала подумали, что не в ту сторону едем. Но Яндекс не подвел. Что касается самого заведения, то оценив уютный, стильный интерьер, мы сразу поняли, что выбор был сделан правильно. А вкусный и сытный обед, да, порции тут приличные, только подтвердил это. По обеду, двигаемся дальше. После Элисты, пейзаж за окном не особо поменялся, разве что коровы на обочинах появились. Что же касается качества дорожного полотна, то оно стало хуже. Особо убитый кусок ждал нас в Комсомольском районе, где вдобавок к этому начался ливень, сопровождавший нас до конечной точки. Прямо, 72 километра. А, вот, забыл сказать. Эта самая крайняя точка находится в окрестностях Сулакского каньона. Мы завтрашний день решили начать сразу с осмотра этой достопримечательности. И все путеводители рекомендуют останавливаться в поселке Дубки, что по соседству. Но даже за полгода мы не смогли найти там доступное жилье, причем вне зависимости от цены и сервиса. Единственный вариант был на противоположной части, где располагалось фермерское хозяйство «Родник» и сдавался гостевой дом. Вот туда мы и держим путь. А сейчас вернемся к дороге. После Элисты старайтесь, чтобы, как минимум, всегда было полбака топлива. Приличных заправок тут почти нет, а все, что нам встречалось, это закос под известные бренды. Даже «Лукойл» в районе Артезиана был какой-то странный. Карты лояльности не принимал, оплата только наличкой. И что удивило больше всего, то ли 500 рублей. Но наша «Шкода» вроде без нареканий переваривала полученное топливо. Кстати, по поводу топлива. Это в Дагестане вообще отдельная тема, и я вернусь к ней в последующих выпусках. Но если вкратце, то в горах принимают только наличку. Приличных заправок не так и много. 95-й есть не везде, а 98-й мне даже и не встречался. С дизелем тоже нужно быть аккуратнее. В приморской части проблем с этим нет. По части заправок тут ситуация даже лучше, чем в Подмосковье. Но вот разнообразие брендов просто поражает. Помимо уже привычных закосов под известные марки, в основном «Лукойл», «Роснефть» и «Газпром», встречаются и очень оригинальные. Вот, например, смотрите, Кувейд. А вот тут вообще Юкус. А еще на что мы обратили внимание? Почти на каждой заправке имелась мечеть. Все-таки мы в Мусульманской Республике. Забыл отметить, что границу с Дагестаном прошли без проблем, но весь поток останавливают для проверки документов и частичного осмотра багажников. Вообще полиции очень много на дорогах. Точнее, не на самих дорогах, а на границах поселков. Кое-где имеются прям серьезные блокпосты. Там, как правило, дежурят командированные сотрудники. Я даже земляков из Псковской области встречал. Народ суровый, но абсолютно вежливый. Никто ни до кого не докапывается и не разводит. Просто проверка документов. Но часто. Местная полиция более общительная. Спрашивает, как вам Дагестан, нужна ли помощь, знаем ли мы куда ехать и так далее. Номер забронирован. Где-то под дубки вот по карте. Не вижу. Это гостиница такая? Гостиница. В общем, общайтесь с людьми в погонах вежливо, и они ответят вам тем же. А тем временем мы добрались до Хасавюрта. Тут наш надежный Яндекс.Навигатор выкинул первую подставу. И повел нас какими-то дворовыми маршрутами. Снимай бокалант. А потом вообще дорога кончилась. Что самое обидное, затем мы опять выбрались на нормальный асфальт. То есть, получается, мы типа срезали. Но выиграв по расстоянию километра полтора-два, мы по времени точно потеряли минут 10. Вторая же подстава от Яндекса была в том, что изначальное время прибытия он писал на 18.00. Что, в принципе, примерно и соответствовало истине, ну, по крайней мере, до Баба-Юрта. Но оставшиеся 100 километров мы преодолели не за 2 часа, как он обещал, а почти за 5. Суть в том, что он делает расчет, исходя из разрешенной скорости, ну, где там, 50, 60, 90. Тогда, как на многих участках она вообще не превышает и 10. В общем, когда мы подъехали к горам, уже начали спускаться сумерки. И, похоже, мы будем вынуждены нарушить главное правило приезжих. Не суйся в горы ночью. Второе правило – не суйся в горы в дождь. Но это мы уже потом узнали, а главное – поняли на своем опыте. Самое ужасное, что у нас эти два запрета сложились. Кроме того, по словам местных, ливни, которые только что прошел, не было здесь лет 15. Итак, в тот момент, когда началась грунтовка с подъемом в горы, уже было темно и шел дождь. Ух ты, а скользко. Как бы нам не сесть где-нибудь тут. И вот буквально на следующем витке мы и застряли. Все. Дальше видео не будет. Ну, сами понимаете, не до этого нам было. Давайте-ка вместо этого я покажу точку, куда мы направлялись. А вы пока послушайте, чем все закончилось. Хозяин нашего гостевого дома на связь не выходил. Что было, скажем так, некрасиво с его стороны. Тем более, учитывая, что он знал, что мы на подъезде. И что такое дождь в горах. Да еще и ночью. В общем, подняться у нас не получалось. И хуже всего то, что задом по серпантину до места, где можно было бы взять разгончик, тоже не получалось спуститься. Машину стаскивал в полет. А развернуться было невозможно. Кстати, эта мысль была одной из первых. Развернуться и ехать искать ночлег где-нибудь у подножия. Но с божьей помощью, хотя мы же в Дагестане, так что тут, видимо, Аллах сжарился над путниками. Нам удалось преодолеть этот подъем. С трудом, цепляясь за редкие булыжники и подталкивая Наташей, наша Шкода ползла вверх. Воняло горелым сцеплением. Тревожно мигали все лампочки об ошибках, и машина в панике сообщала. Отказ ЕСП. Отказ АБС. Неисправно тормозная система. Неисправно рулевое управление. Ошибка электроники. В общем, я уже с трудом помню, как мы преодолели подъем и добрались до места ночлега. Где мы, кстати, еще минут 20 искали хозяина. Тот на связь по-прежнему не выходил. Я обошел все хвост постройки, но так и не нашел его. Пришлось стучаться в каждую дверь и спрашивать у постояльцев, где можно найти хозяев. Даже было интересно, а где же хваленое кавказское гостеприимство? За очередной дверью хозяева нашлись, и мы наконец можем оценить свои хоромы. Хотя, собственно, показывать-то и нечего. Пять кроватей, печь. Ночь сегодня обещает быть прохладной. Небольшой столик. Само собой, мы прекрасно осознавали, что придется жить в спартанских условиях, но других предложений мы не нашли. Вот только немного смущала цена, потому как здесь явно не за что платить пять тысяч. Но, как говорится, тут без вариантов. Небольшой санузел. Но самое главное, у нас номер, где есть свой санузел. А остальные пользуются общим. Слушай, у нас свой душ. Это круто. А где же это? Сейчас, короче, ведро воды скипятим. А дальше будем с кружечки добываться. Как-то так. Где вы видели в горах горячую воду? Разумеется, горячее водоснабжение отсутствует как класс. Но есть ведро и плита, где можно нагреть воды. Здесь же и разогреем нехитрые остатки еды, что остались у нас в автохладильнике. А походная посуда у нас всегда с собой. В общем, жизнь налаживается. И уже не с таким ужасом вспоминается то, как мы добирались сюда. Ладно, давайте спать. Восход солнца завтра в 4.13 и есть идея встретить его с видом на Сулакский каньон. Так что все. На сегодня отбой. Отбой.